Я приветствую вас на моём канале. 9 мая по церковному календарю почитается Святой Степан или Стефан, однако в народе праздник называют Горошницей в честь Глафиры Горошницы. 9 мая, 26 апреля по старому стилю отмечается Глафира Горошница, День Глафиры или Степанов День. Согласно церковному календарю, в эту дату верующие вспоминают праведную деву Глафиру Амасийскую. По народному календарю 9 мая отмечают Глафиру Горошницу, названную так потому, что в этот день принято сеять горох. Традиционно с Глафиры Горошницы крестьяне начинали копать огороды и высаживать картофель и горох. Чтобы был богатый урожай, проводили специальный обряд перед посадкой. Во-первых, горох сеяли только при южном ветре и на растущий месяц. Во-вторых, посыпали изрубленным торфом, на который говорили такие слова. Горох расти, ты торф его защити. В-третьих, после окончания посадки читали отче наш. Кстати, торфяная подушка защищала всходы не только от заморозков, но и от поедания их курицами, воробьями и другими птицами. По традиции, хозяйки на Глафиру обязательно готовили гороховое блюдо. Суп, кашу, похлебку, пирожки с горохом, так как, согласно поверью, кто 9 мая поест гороха, тот весь год будет здоровым. Наши предки в этот день радовались прилету ласточек, которые считались хранительницами домашнего очага. В их честь раскидывали во дворах зерна, ведь, согласно примете, если эта птичка совет гнездышко неподалеку от дома и выведет птенчиков, то у бездетной семьи обязательно родятся детки, а в той, где уже растут малыши, воцарится мир и полная гармония между супругами. Приметы на 9 мая говорят, что сегодня в большом почете горох. Считается, что сегодня горох обладает особой чудотворной силой. Сегодня принято сеять горох, он обязательно даст богатый урожай. Приметы говорят, что если сегодня человек съест гороховую кашу или гороховый суп, то он станет обладателем очень крепкого здоровья. Считается, что такое блюдо не только укрепит иммунитет, но и позволит быстрее вылечиться от любой тяжелой или затяжной болезни. А если жена сегодня накормит мужа блюдом с горохом, перед этим произнеся над едой особые слова, то муж всегда будет ей верен и никогда не уйдет из семьи. Слова заговора такие. «Как горох я перебираю, так пусть и мой муж, раб Божий, за мной усыхает. Пусть мои желания выполняет, да в дом все нажитое приносит. Горох тому свидетель и замок, и ключ, и даже зарок. Свято и пресно, и ныне, и впрок. Аминь». У молодежи была традиция 9 мая гнездоваться. Вечерком парни и девушки встречались вместе и несли с собой разные веточки. Затем делились на пары и пытались из веток построить гнездо. Те, кто первыми это сделают, скоро поженятся. Немаловажна и прочность гнездышка. У кого оно самое справное, у того и брак будет крепким. В день глафиры-горошницы горох не только высаживали, но и проводились немагические ритуалы и обряды, читая специальные заговоры на деньги, здоровье, удачу и многое другое. Проводили, например, ритуал на хорошую прибыль. Для этого 9 мая брали горох и монеты, перемешивали их и рассыпали на полу. Пускали в дом курицу и ждали, когда она начнет клевать горох, приговаривая при этом такие слова. «Денег у меня, что гороха, мошна от него полна. Куры даже их не клюют, только горох берут. Им наедаются, деньжищи в доме валяются. По углам их кидаю, деть куда не знаю». Когда горох будет склеван, монеты разметали по углам, чтобы они полежали там три дня. А яйца, снесенные курицей, склевавшие горох, никому не давали и не продавали. Ели их только своей семьей, иначе, по примете, вместе с яйцами и деньги уйдут из дома. Считается, что горох, посаженный 9 мая, плодоносит особенно рясно. Считается, что заговоренный горох сделает мужа послушным и верным. Приметы на 9 мая говорят, что если сегодня съесть горох, то будешь здоровым. Если ласточка под крышей свила гнездо, то быть в твоем доме миру и счастью. Многие приметы, напоминающие, что нельзя делать 9 мая, в день глафиры горошницы, связаны с посевом гороха, который по традиции проходил именно сегодня. Так, поверья запрещают съесть горох мужчинам, поскольку считалось в народе, что тогда он не вырастет. Чтобы был богатый урожай, нужно, чтобы посевом занимались женщины и желательно беременные. 9 мая нельзя ужинать картофельными блюдами. По примете, в семейных отношениях могут возникнуть недопонимания. В этот день картошку надо обязательно заменить на горох, тогда родные будут держаться друг друга и во всем поддерживать. В день глафиры нельзя ловить ласточек. Тот же, кто не послушается запрета, окажется в тяжелой жизненной ситуации, выход из которой невозможно будет найти самостоятельно. Считается, что 9 мая нельзя свататься. По приметам, даже любящая девушка откажет, поскольку наши предки верили, что сегодняшнее сватовство сулит будущим супругам короткий брак, полный печали и неприятностей. Не нужно в день глафиры-горожницы выяснять отношения невестке и свекрови, а также зятю и тёще. После ссоры они могут навсегда стать врагами, втянув в свой конфликт и других членов семьи. Нельзя 9 мая заниматься разбором вещей в гардеробе. По приметам, сегодняшняя уборка сулит мелкие хлопоты и заботы, которые, если пустить их на самотёк, могут перерасти в большие проблемы, как личные, так и денежные. 9 мая, в день глафиры, нельзя стричь ногти на руках и ногах, поскольку этим можно лишить себя здоровья и сил. Поэтому на этот день желательно не планировать маникюр и педикюр, так как к своим проблемам со здоровьем можно добавить и проблемы мастера, проводящего косметические процедуры. Что же категорически нельзя делать в этот праздник? В этот день нельзя выбрасывать горох, нельзя выносить мусор после захода солнца, нельзя мужу и жене ссориться. Если 9 мая птицы издают звуки, напоминающие лягушачьи кваканье, то ожидается ливень. Если утром в день глафиры сильный ветер, стихающий к вечеру, примета к хорошей погоде. Грозы будут, если 9 мая у облаков не видна верхняя часть. Если 9 мая солнечное и безоблачное небо, примета щедрого года на овощи. Если много росы в этот день, примета хорошего урожая огурцов. Считается, что рожденные в этот день люди очень удачливые, все проблемы обходят их стороной. По церковному православному календарю 9 мая отмечается 8 именин. День Ангела сегодня отмечают Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян и Глафира. Я желаю Вам удачи, счастья и благополучия. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok